В доме номер 43 поселка Развилка 1 июля сменилась управляющая компания. Жильцы проголосовали за то, чтобы на место муниципальный пришла новая, частная. Своё желание они обосновали тем, что прежняя организация ненадлежащим образом выполняла свои обязательства. И по примеру 45 и 48 домов, где управляющая компания поменялась ещё в прошлом году, отказались от услуг муниципальной организации. Но, как выяснилось, не все жильцы были согласны с таким решением. Люди утверждают, что это самозахват и подписи подделаны. Почему мы сейчас должны непонятным людям сообщать свои данные, кто у нас проживает в квартире? Я не доверяю. У нас весь подъезд, первый подъезд, мы собирали подписи, собирали подписи, у нас против 100% подъезд. Где вообще взялись эти голоса? 100% подъезд против. Чтобы помочь возмущённым жильцам разобраться в проблеме, представители администрации сельского поселения Развилковская и заместитель главы Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Кузнецов собрались у 43-го дома на собрание с собственниками. Людям объяснили, что избранная управляющая компания на законных основаниях получила лицензию на осуществление деятельности. И в этом вопросе к ней претензий быть не может. Но если жители не устраивают качество обслуживания или они подозревают руководителей этой организации в мошенничестве, единственный путь решения – обращаться в суд. Если их права нарушены, они имеют право обратиться в суд для того, чтобы опротестовать те действия, которые были управляющей компанией сделаны. Может обратиться с заявлением только тот собственник, чьи права нарушены. Поэтому администрация, не имея здесь муниципальных квартир, не может выступать истцом в суд. Еще один вопрос, который на данном этапе волнует жителей 43-го дома – какой из управляющих компаний платить за коммунальные услуги? Люди опасаются, что в этом месяце квитанции могут прийти от обеих организаций. Вот сейчас квитанция придет от них, квитанция придет от ИСТЭКа. И что мы будем делать? Как нам быть? А вот, вот, вот уже, классики какие-то, вот, смотрите. Я сегодня расскажу, что жилищные инспекции. И даже угрожают, я угрожаю. Они не могут сейчас выставлять квитанции, пока у них не будет заключен договор с ресурсоснабжающей организацией. Как бы то ни было, решить вопрос, чей дом и кто будет его обслуживать, могут только собственники. Личная инициатива жильцов способна поставить точку в этом вопросе. А телеканал «Видное ТВ» будет продолжать следить за развитием событий.